Привет, друзья! С вами Алена Васильева, Минавита Онлайн. Я попрошу вас остаться со мной. Будет интересно. Речь пойдет об агентуре, о белорусских демократических СМИ, которые два года работают на темниках, и о травле Зинона Позняка. Подписывайтесь на наш канал и, пожалуйста, сразу распространяйте это видео. Ставьте лайки. Я вам проще скажу, чтобы уже не было никаких особых таких вот разночтений в нашей беседе. Беларусь – не независимое государство. Этим она отличается от Украины и в значительной степени, кстати, даже от Киргизии отличается. Беларусь – это доминион. Доминион России. В доминионе могут быть политики, которые выступают за независимость, и могут быть люди, которые являются частью политической системы доминиона. Просто хотят, чтобы в этом доминионе было больше демократии, можно было лучше жить и так далее. Не догадываешься вся проблема этой плохой жизни. И вообще всего, что происходит, и самой диктатуры – это то, что это не независимое государство и доминион. Я вот настаиваю на том, что все эти люди, кого вы перечислили, Бабарыка, Тихановская, Тихановская – это представители доминиона. А Беларуси должны руководить политики, которые хотели бы сделать ее независимым государством. Потому что без этого существование Беларуси и белорусского народа – под большим сомнением. Знаете, когда сказал это Портников, нет же пророка в своем отечестве. Поэтому я поставила вам известного украинского журналиста и политолога Виталия Портникова. Это его выступление на радио «Свобода Беларусь» в сентябре 2020 года. Маленький кусочек выступления. Продержалось это выступление один день или два, дальше было удалено по каким-то техническим причинам. И это, пожалуй, единственная здравая аналитика, которая прозвучала за два года вещания белорусских демократических СМИ. Я сейчас не беру аналитику Зинона Позняка, Павла Усова, в общем, белорусов или Игоря Тышкевича. Я говорю о зарубежной аналитике. Потому что все остальное – это были в основном российские либералы и умалчивание процессов потери независимости. Умалчивание российского следа. Облизывание исключительно определенных сил, выгодных Российской Федерации. Я когда смотрела на форум, проходящий в Вильнюсе сейчас конференцию, неважно, назвать ее можно как угодно, я, к сожалению, своему отметила весь этот хи-хи-хи на сцене, когда кто-то сказал о том, что Зинон Поздняк говорит об агентуре. Так вот это хи-хи-хи, к несчастью, может быть только у моих соотечественников. Здесь этого быть не может по определению. Или вы считаете, что Беларусь, которая десятилетиями, столетиями в зоне интересов Российской империи, какая-то особо особенная? Агентура есть здесь. Агентура есть по всему миру. Открытые источники. Об этом говорят журналисты, политологи. Не надо далеко ходить. После мюнхенской речи Путина Россия вела, готовилась к Третьей мировой. Россия насаживала свою агентуру везде. И уж тем более вот в Беларуси, которая для нее жизненно необходима, как и Украина. Сейчас в Украине каждую неделю, через день раскрывают каких-либо агентов ФСБ или Государственного управления разведки российского. Причем известно уже, что работала целая фракция в парламенте. Я молчу про Крым, который был сдан, и оказалось, что там была куча купленных в ФСБ сотрудников в правоохранительных органах. То же самое было на Донбассе. Читать надо, друзья. Немножечко изучать материалы и историю того, что происходит вокруг. На ваших глазах в Беларусь, 18-19 год, приехал Бабич, который был выслан отовсюду в виде посла. Привез с собой кучу агентуры. И об этом рассказывал Денис Ивашин, сейчас узник совести, который работает в украинском расследовательском журналистском агентстве InformNapalm. Денис Ивашин рассказывал это на Белсате. И я поставлю это видео в конце своего видео. Я прошу посмотреть. Безусловно, это было понятно. Все эти годы Россия пытается оставить Беларусь в сфере собственных интересов. Эти планы не пришли вчера. Этим планам много-много-много лет. Много лет. И вы с таким удивлением. Люди, которые сидят на форуме, еще вчера мной уважаемые, реально хихикают и что-то еще говорят, пытаясь перевести это в плоскость такого сумасшествия и юмора. Никому здесь не смешно. Смешно только вам. Смешно только вам. Я публиковала материалы расследования украинских агентств и Украинформ еще в 2019 году, когда Лука сделал шаг в сторону от России, как разворачивались события, как Россия будет поступать для того, чтобы подвинуть его в собственную сторону, понимая его инстинкт самосохранения и любовь к власти. Она была создать ему конкуренцию. Она и была создана. Самое удивительное, что два года всего происходящего никого ничему не учат. И все процессы происходят в одной банке российских смыслов. Беготня от одной до другой фигуры, которая находится все в той же банке российских смыслов. И такое же гнобление национального символа, потому что страшно. Потому что это и есть оппозиция. То, что пишется по поводу Бабарико, у меня вызывает смех. Если в Украине сказать кому-то, что Бабарико – Газпром, то все начинают ржать, понимая, что это агентура автоматически. Есть законы жанра. Газпром – это российская структура. ФСБшная структура. Нужно совсем не читать или не ориентироваться во времени и пространстве, чтобы это не понимать. Люди, которые работали, я сейчас не говорю конкретно по персоналиям, я говорю о законе жанра. Люди, которые в тоталитарной стране являются дипломатами и высылаются за рубеж. Всегда сотрудники спецслужб. Журналисты. Всегда необходимая добыча для спецслужб. Я напоминаю слова Геббельса. Дайте мне СМИ, и я из любого народа сделаю стадо свиней. То, что делали белорусские демократические СМИ – это преступление. Преступление, от которого со временем будет очень сложно отмыться. По конечному моему видео будет видно, что та же компания Белсад отлично понимала на пороге, чего мы стоим. И такое преклонение перед абсолютно российскими, пророссийскими персоналиями, такое гнобление того, что против, то, что не согласно, той правды, которая могла выйти всего лишь из уст двух-трех человек реальной правды – это здрада. Большая здрада. Я понимаю, что сегодня хочется уцепиться, как-то себя оправдать. Не удастся. История на это посмотрит иначе. Я сомневаюсь, что кто-то, конечно, окажется в зале суда. Сомневаюсь при всей толерантности и Европы все еще. При всем непонимании, к несчастью нашего населения, больше его части того, что происходило и происходит. Есть люди, которые опережают свое время. Ни в коем случае не нужно создавать себе кумиров, и я к этому не склонна. Но каждый из нас, если он хоть что-то знает, хоть что-то понимает, хоть что-то читал, хоть как-то ориентируется в пространстве и понимает разницу между добром и злом, не может не понимать всей масштабности фигуры Зенона Позняка, всей правды, которую он озвучивает все это время. Кто-нибудь из вас читал хотя бы один его труд, хоть один из тех, кто кидает камни? Кто-нибудь из вас проанализировал то, что он писал все это время и говорил, и к чему мы пришли? Я сомневаюсь. Я очень радуюсь, что в Украине понимают, что к чему. Очень радуюсь. Для Украины понятие агентуры, которой работает Россия, сейчас не просто понятно, она настолько очевидна. И то, что эта агентура действовала десятилетиями и на раскол БНФ, и на присутствие в других так называемых демократических силах для собственного контроля, это абсолютно естественное понятие. Абсолютно. Прошу посмотреть, что говорил Абабарико, которого так пытаются защищать в демократических СМИ, раз уж вам непонятно. Директор и редактор главной эхо Москвы, друг Путина, Венедиктов. Смотрим. Такие странные движения, которые будет делать Лукашенко. С одной стороны, взяв на себя выполнение этих обязательств, которые он сам на себя взял в сентябре, а с другой стороны, он не будет с ними торопиться, потому что понятно, что Путину, так же, как выгоден слабый Пашинян, ему выгоден слабый Лукашенко. Ну, например, процесс Бабарико, который идет, Виктора Бабарико. Путин поднимал этот вопрос в прошлый раз, об освобождении Бабарико. Напомню, что Бабарико возглавлял Газпром, Белгазпром, да, не помню, как он назывался, да? Ну, понятно, да, что это дочка нашего Газпрома. Ну что, что-то непонятно? Что-то не так? Я понимаю, что долгий путь к прозрению многих, но он будет. Сейчас попрошу посмотреть Дениса Ивашина, его выступление 2019 года. Что ж такого прямального, а не прямального, скеровал Кремль и Владом Беларуси, поговорим с журналистом, редактором Беларуской службы «Информ Напалму» Денисом Ивашным, який находится с нами на связи с Киевом. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш погляд, вот Россия по раннейшему будоражит свою интеграцией Менск, ранее казали про агульный суд, валюту, парламент, яке зараз пропоновый скеровал Медведев беларускому боку, на ваш погляд? Ну, тут абсолютно выразно. Я вам подкреслил, практически, уже подрихтованную дорожную карту для Беларуси, так, практически, введется про инкорпорацию у склад так званого союзного государства, то, бух, введется про абсолютно ликвидацию суверенитету, незалежности Беларуси, и это мы уже бачим абсолютно окреслено, уже, скажем, высокопосадовцами непосредственно Российской Федерации. И самое цікавое, что введется так само про узмацнение, скажем, представниками и спецслужбов Российской Федерации российской амбасады у Беларуси, то, бух, мы уже бачим и механизм реализации вот этой инкорпорации у склад союзной державы. И самое, что насерожное, самое главное, что, в принципе, ищи до уведения Бабича, как ключовой фигуры делегатого, так само, начиная с 2016-2017 года, уже были уведены так само широк представников колечных кадровых офицеров Головного управления Генштаба Российской Федерации, колечнюю группу, и так само представников ФСБ. И, как и с этим, попереднее, он был аккурат во Украине, и, что самое характерное, курувал питание, минавито, воисково-морские, то, бух, был воисково-морским аташе во Украине. И самое характерное, что украинская спецслужба, СБУ, ну, скажем, целиком его надеянность спынили агентурную, то, бух, вялось, минавито, по подрыхтовку гибридных деяньям супротив украинской державы, по подрыхтовке так званой крымской весны. Ну, СБУ уже в 2014 году его надеянность спынили, и выслали с территории Украины. И, что вы думаете, и самое интересное характерное, что он уже одразу занял, в принципе, посаду у Беларуси. Скончил воисково-дипломатичную академию, это на Жаргоне российских воисковцев знакомитый аквариум. И так же он специализуется на проведении гибридных операций и информационных акций. Поберетняя его надеянность связана с Францией, где он працевал в 2015-2017 годах, и его задача была дискредитация кандидата на президента Эммануэля Макрона. И он, в принципе, в принципе, задачей достаточно эффективно справлялся. Разом с этим так же и усмыснял рейтинг Марин Лепен, абсолютно вразно пророссийской кандидатки на посаду президента Франции. Французские журналисты так же выкрали его подрывную деянность, и он был выслан на початку 2017 года с Франции. И, как вы думаете, где он напынулся? Пановно у Беларуси. И мы бачим, так само есть иначе, скажем, кадровое деятельность российского авангарда, который сейчас будет просовывать просто семимильными кроками задачу инкорпорации в Беларуси. Той же, например, Андрей Клинцевич, сын Франца Клинцевича, так само певным чином, он специалист по гибридных операциях, имеет гоноровую грамоту от Путина что-то крымской кампании. И мы бачим уже сформованный бастион на территории Беларуси. Мы так само разумеем, например, иншие постатки, которые будут куровать и так само створение вельми активно военно-патриотичных организаций парамилитарных пророссийских на территории Беларуси, так само будут створать и пророссийские политические организации. Скажите, чому все-таки тогда Лукашенко отмолчивает са ци Минск, а сенсовая реальную погрозу Бабича и его команды? Ну, на жаль, разумеете, режим Лукашенко заявляется закладником политики проведения на протягом последнего 400-го года проведения таких любовных стасунков с Российской Федерацией. Это деля выбивания энергоносбитов, данных энергоносбитов из Российской Федерации, про якою застаётся целком не реформованная экономика. И ведомо ж, он зараз с пробой по калидору можливостей, у каких вещах сбужается, пройти, але его не отримается. Тобок не отримается усе здесь одразу на двух стулах. И целком он вымушен просто максимально оттерминовать зараз сдачу суверенитета и незалежности Беларуси. Али мы ж выдатно разумеем, до чего идти. Тобок не имперская политика России протягивается. И, на жаль, Беларусь зараз стоит таким ключовым объектом этой политики. И про это сейчас ведется. И мы видим, что эти люди зараз даже не хаваются. И то, что официальные особые, так само дипломатический корпус беларусский уже начинают открыто сказать про их роль, это так само нужно осторожить всех и, перед всем, громадянскую суперенность Беларуси. Ну, так само, по каким причинам, связанный со спецслужбами Российской Федерации, тобок целком, скажем так, в обойме находятся ключевые решения. И так само же это же незабываемый человек Бабича. Тобок Бабич так само зараз усмасняет свою команду. Это уже семь человек, практически, он перетягнул своего перевозка федеральной округи, яку очоливал, до займания посады бегущей у Беларуси. Тобок это так само, певным чином, таки силовый блок. Так, силовый блок, який будет сделать абсолютно выразную неимперскую политику Беларуси. Это, я скажу еще раз, зазнать, что это уже механизм зяснения этой спецоперации, что до поглынания Беларуси России. И он уже створенный, и уже на нашей земле. У меня, собственно, на сегодня все. Делитесь еще раз, прошу этим видео, ставьте лайки, помочь нам можно, став нашим патроном. Живе Беларусь, учимся говорить правду вместе. Пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.